Продолжаем путешествовать, едем к Маяку, а вон аэродром. Проезжаем тут местный аэродром, есть. Наверное, где-нибудь местные кукурузники на него садятся. Совершенно взрослый остров, вот прямо аэродром Шереметьево-1. Вон перрон есть, взлет-посадка. Фоккер, фоккер, фоккер. Крыло над фоккера стоит. Обслуживаются с самолетами марки Фоккер. Романтика. Отельный аэропорт. Аэропорт. О, гнутые винты. Наверное, во время войны подняли со дна. Вернее, во время осушения земель подняли со дна, видимо. Парацентром. Парашют. Что-что? Парацентром. А, парашютный центр, да. Парашютный центр. Ну что ж, авиация, авиация. Вон автобус, который вместе с нами прибыл на пароме. Три девятки. Сейчас покатается назад, поедет на материк. На пароме же. Так, ну а мы продолжаем. На самую, конечно, с острова мы идем в северную. Там должен стоять маяк, который мы еще сегодня должны будем посетить. И рассказать про это. Оставайтесь с нами. И вот, в дюнах появляется маяк. Рабочий маяк. Вон у него радиомаяк крутится там на башне. И он световую лучшую дает. Маяк – это ориентир для кораблей. Он указывает дорогу в гавань спасению и покоя. Стоит на оконечности острова. Мы на острове и должны посетить островной маяк. Что мы сейчас и делаем с огромнейшим удовольствием. Вот у маяка небольшая какая-то тут деревенька даже образовалась. Посмотрим, расскажем. Приехали, вышли. Вот маяк. Вот на самом деле стоянка там. Видимо, посетители маяка. Ну, мы вот здесь оставили в кармашке машину. Да, тут все тихо, спокойно. Где хочешь, можно машину оставлять. Единственное, что вот сюда входить, по-моему, нельзя. Но сфоткать, скорее всего, можно. Пошли смотреть маяк. Традиционные закусочные около интересных объектов. И вид на даль морскую и маяк. Вот здесь такая здесь обстановка. Видно, опять же, дюны, песок. Ну, то, что мы сегодня уже и наблюдали. Видите, оказывается, можно даже на маяк подняться и осмотреть окрестности с него. Вот, но сейчас он закрыт. Сегодня он закрыт. Вот такое тут грозное, шипастое такое изделие. И закрыт на замок, то пройти сейчас нельзя. А в мирное время можно пройти на маяк и его осмотреть. Ну, соответствующее, конечно, время. Когда разрешено осматривать маяк. Когда на маяк нас не пустили, мы решили этот обход вокруг маяка совершить по песку. И вернуться к месту стоянки машины. Ну, таким образом отметить свое пребывание в сих прекрасных краях. Удивительное дело, глубина прилива здесь, вот, оказывается, какая. Вот ряпят воды, тут осталось видна. И, видимо, вот это все заливается водой во время прилива. То есть, получается, тут бы здоров. Метра три-четыре доливает. До сих пор доходит вода. Но здесь очень сильно утрамбованный песок. Кого-то по бетону идет. Идешь. Ощущение, что ты идешь по бетону. Вот. И, видимо, до сих пор поднимается прилив. А дальше начинается уже склон. И маяк на нем стоит. Чудесные дела природные. Чудесные. Наше путешествие заканчивается вот здесь. Тут какие-то непонятные пятнашки выложены из камней. И дорожка, которая выводит назад на нашу стоянку. Такая дорога в обход Дюнг. И Дюнг и дальше продолжается. Можно гулять дальше, а мы пойдем уже к машине. Потому что нам уже пора выбираться на сегодня. Домой. Домой. Не смогли себе отказать выйти посмотреть на шипсов. Вот какие шипсы. Ну, это овечки. Ну, сладенькие какие овечки. Овечка, овечка, выйдя на крылечко. Заканчиваются наши путешествия по этому дивному острову. И мы возвращаемся к парому. Переедем на ту сторону и домой. На сегодня будет заканчиваться наше путешествие. Завтра будет путешествие продолжаться. Ну, а впереди еще движение на пароме. Движение по материковой части Голландии. Поэтому сейчас еще путешествие продолжается. Но зрелищная часть уже закончена. Ну, как нам кажется. Если что-то будет интересное, обязательно покажем. А так, в общем-то, пока дорога домой. Прибыл наш паром обратный. Сейчас будет причалиться, выгружаться и позовет нас на борт. Так что поедем домой. Вон, автобусы заныривают под нижнюю панель. Автобусы тут еще, автобусные сообщения оказываются. Представляете, с помощью парома осуществляется. О, как. О, до чего дошли мы. Вернее, они. Мы до другого дошли. Вот мы внутри парома. Тут же асфальтовое покрытие. И потом мы уйдем наверх, на верхнюю полову. Там мы поплывем. Время 6 часов 56 минут. Мы возвращаемся домой. Вот здесь вот дорога наверх. Можно в трюм сходить. Можно здесь побродить. А можно подняться наверх. Там валетый и закусочный. Вот так. Ну, а шипс. Ну, шипс это не овечка, а корабль. В данном случае корабль это шипс. Вот здесь через вертящиеся двери можно попасть в кафе-зал. Пассажиров меньше, чем было по дороге туда. Все уже, видимо, домой вернулись. Вот такие уютные тут диванчики. Пока мы поднимались, поплыли уже. Вот остров, где мы провели сегодняшний день. Вот место, где отправляется паром. И вот маяк, где мы сегодня были. Так что везде мы тут Адебург. Вот город, столица острова. Здесь мы везде прогулялись. Значит, на пароме есть туалеты. На пароме есть вот закусочные. На пароме есть верхняя обзорная палуба. Вот так вот все сделано здесь. Ну, естественно, есть сувениры, которые можно приобретать. Здесь овечки, маячки, паромчики, ну и прочие чудеса. Вот так вот. Здесь я на панорамдеке. Здесь тоже есть кафе, которое сейчас не работает. И здесь же еще уличные есть позиции, где можно выходить на улицу, осмотреть окрестности. Сейчас там холодно, туда не хочется сейчас идти. Но они есть, эти позиции. Можно здесь осмотреть окрестности. Паром идет порядка 20 минут. Вот фактически он и дошел. Он сейчас будет звать вернуться к машине. Остров остался за кормой. А здесь вот какие-то рыболовные дела происходят. Судя по всему, это рыболовы выстраиваются в какую-то конфигурацию. Думаю, это сейнер. Вот такой светящийся. Рыбу, наверное, примаривает к себе. Рыбу тут добывают, что называется, на полном серьезе. Так что у нас сегодня еще и морское путешествие. Не очень длинное, но очень приятное. Очень приятный паром. С очень приятным оснащением внутренним. С красивыми видами. С палубы открывающимся. Да еще и какой-то затиши, безветрия. Вообще как-то очень здорово. А вон наш берег, куда мы сейчас и будем приплывать. Материковая часть. А вот наш берег, куда мы будем приплывать. Материковая часть. Оформляем такие стоечки в виде бакенов. Очень привлекательные. Желто-зеленые и красные. Бакены. История паромов. Все паромы, которые тут ходили, представлены. И мы, собственно говоря, пребываем. Судя по всему, уже сейчас подходим. Да? Подходим к причалу. Подходим к причалу. И нас зовут на занять места в машине. Водители машины, пассажиров в такси и автобус. Возвращаем. Итак, на пароме туда-обратно 25 евро. А пешком 8 евро. 8,5 евро. Тоже туда-обратно. Удобно. Удобно. Прекрасно организованное движение. Вот наш красавец паром. А мы продолжаем наше автопутешествие. Едем теперь домой. Нам еще 79 километров до дома. До нашего временного пристанища, имеется в виду. До нашей гостиницы. В городке Воркум. Присладки. Вот мы и добрались до дому. А тут над каналом живая музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, на сегодня все. Спокойной ночи, до завтра. Завтра будет новый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА